Утро под серебряным дождем. Я даже не знаю, как это назвать. Ну, наверное, такие... Ну, как он их и назвал? Поселки для массового размножения, да? Да, поселки для массового размножения. Биотехнологии, в общем, да. Да, причем, по его словам, вот эта технология должна обеспечить равномерно устойчивое развитие огромной, фактически незаселенной на две трети территории России в сложившихся условиях снижения численности населения и неразвитой инфраструктуры. По его словам, это может быть сделано с помощью как раз-таки вот этих биотехнологий и биоэкономики. Далее цитата, дословная цитата. Встает очень интересный проект, над которыми многие сейчас работают, о котором говорят. Это создание высокотехнологичных небольших поселений, которые используют самые современные достижения технологий, наук и так далее, для того, чтобы обеспечить высокое качество жизни людей на отдаленных территориях. Мы говорим о строительстве космических станций на разных других планетах для их обживания. Почему бы не начать, хотя тут начать, наверное, правильно, со своей территории, как таковой, сказал ученый. Далее он продолжил. Создание таких высокотехнологичных биоэкопоселений, основываясь на современных биотехнологиях и биоэкономике, решает задачи встраивания человека в биосферу. Понятно, как это может быть организовано. Городостроительная идея, как это развивать, это биоэкономика, использование местных ресурсов для обеспечения людей всем необходимым, бездорожный или внедорожный транспорт. Это должно быть не отдельно взятое поселение, это должна быть целая сеть, которая будет охватывать всю страну. Согласно презентации ученого, биоэкопоселение будет представлять собой поселение малого масштаба, от 400 до 1000 человек, в значительной мере обеспечивающее себя продовольствием, электротеплоэнергией и утилизирующие свои отходы с применением природоподобных технологий. Главное требование это практичность, повторяемость и масштабируемость. Все это должно обеспечить формирование сбалансированной социо-биотехносферы, ноосферное развитие, так называемое, продвигают. Поселение предполагается размещать на выделенных площадях от 1 до 10 тысяч квадратных метров, и всего на требующих развития территориях России. Целесообразно разместить огромное количество таких вот, собственно. Сразу почему-то о кроликах я подумал. Вот эти фермы. Помните? Ну, они, как правило, вблизи дорогих, больших городов, потому что кормить надо чем-то. Ну да. Ну, а тут, получается, будут в отдалении. Нет. Как добывать? Мне понятно все. Мне понятно, как они организуют, допустим, это поселок. Кстати, вот, это не придумка, мне кажется, вот этого профессора, уважаемого, да? Хочется. У нас биопоселения, вот эти вот экологические, так называемые, поселения, они уже давно развиваются, ну, в частных руках. Таких поселков, мне кажется, вокруг каждого города очень много. И, в общем, люди выкупают сами землю, там, не знаю, какие биоэкологические технологии применяют, сами себя обеспечивают, выращивают какие-то там растения, то есть у них сельское хозяйство развивается, и живут как хотят. Ну, работают ли они над целевой программой повышения рождаемости? Вот, в этой проблеме, вот у меня тоже вопрос. Ну, вы, допустим, все это можно организовать, даже транспорт мне дорожный предоставить, да? Хотя, как, это очень смешно, конечно. Дороги мы строить не будем. Вы тогда, мы туда, а потом поскорее. Мы лучше вам транспорт предоставим. Ну, ладно, допустим, все это организовалось. А как вы будете контролировать вот это вот массовое размножение, как они говорят? Я думаю, что тут включится пропаганда. В какой форме она будет проходить, я думаю, что мы озвучивать не можем. Скорее всего, будут показываться специализированные ролики, а может быть, даже целиком художественные фильмы по телевизору. А, наверное, будет трансляция в больших громкоговорителях, ну, каких-нибудь таких вот программ, которые будут способствовать улучшению демографической ситуации в отдельно взятом населенном пункте биодеревни, конечно же. А может быть, там просто, понимаешь, люди, которые туда будут заезжать, может быть, их оградят от всех занятий вообще, то есть им ничего не надо будет делать, их будут полностью обеспечивать, кроме того, чтобы обеспечивать массовое размножение. Более того, по аналогии с тем, как сейчас от комаров защищают пространство, будут установлены вышки, которые будут распылять феромоны. А, вот так. А я почему-то представила, что как в полнометражном мультике Симпсона, там, куполом, когда Спрингфилд накрыли, так вот, тоже можно накрыть. И пока у вас там не достигнет количества людей какого-то определенного числа, мы вас отсюда не выпустим. И выпустим. Нам тут предлагают вахтовый метод освоить в этих деревьях. Кстати, а мне кажется, у многих, да, там можно и заработать, и демографию поднять. Прекрасно. Хочется узнать, сколько платить будут. Честно. Прям вот хочется узнать. Может быть, знаешь, на самоокупаемость это все будет. Платить тебе не будут, но всем обеспечат. Это да. С другой стороны, надо... Зачем? Вот, Владимир Милинский у нас просто хитмейкер, ньюсмейкер этой недели. Сначала бывший министр культуры, но я не могу просто этого не заметить, что он бывший министр культуры, назвал 11-летнее обучение в школе роскоши, которая скоро закончится, он уже что-то знает явно. А вот. Потом он... Но вчера он выступил с еще более гениальным заявлением. Он считает, что из школ нужно полностью убрать обществознание, так как этот предмет абсолютно бесполезен. Я не изучал обществознание, честно. Вы проходили обществознание? У вас будет? Да, я его даже сдавала, как один из предметов. Он бесполезный-то? Ну, не знаю. Я бы так не сказала, конечно. Я, наверное, такими знаниями глубокими в, так скажем, в пригождении предметов в жизни не обладаю, как господин Мединский, но мне почему-то кажется, что это один из основополагающих предметов, особенно в гуманитарных направлениях, которые просто необходимы для того, чтобы поступить, там, не знаю, например, на юриспруденцию, как я поступала, или там на исторический, возможно, факультет. А вот бывший министр культуры уверен, что обществознание школьникам в жизни не пригодится. Вот так вот. А вообще-то у нас хороший пример. Нам обществознание не пригодилось уже многие годы, вот. И не пригождается до сих пор. Ну, в общем, да. Тут, конечно же, надо посмотреть на зарубежный опыт. И сразу же нельзя пройти мимо Афганистана. Там сейчас новое как раз-таки уложение. Мужчинам запрещают носить джинсы и стричь бороды. Ну, правильно, а зачем? Конечно. В экудеревнях можно тоже отправить. Да, но короткие стрижки, кстати, западные вот такие, просто волос тоже запрещены. А борода как тебе длиной меньше, чем с кулак? Вот просто они вот так вот не измеряют. Да, они запрещены. Подожди, я знаю, что у некоторых мужчин бывают проблемы. Ну, с растительностью на лице. Ну, не у всех растет активно. То есть у некоторых реально не растет. И как они будут? Накладные носить? Ну, видимо, накладывать будут как-то. Да, как еще им жить тогда? А если поймают и поймут, что накладная, интересно, накажут? Ой, слушай, ну это же там наказание-то за это. Значит, нарушители будут задерживать на строк до трех дней. Систематические нарушения приведут к суду по законам шариата. От штрафов и тюремных сроков до публичной порки и забивания камнями. А еще мне очень нравится тоже новая норма, которую они ввели. Мужчинам теперь запрещено смотреть на женщин, кроме своих жен и родственниц. А как это будет реализовываться? Ну, вот, допустим, идешь ты по улице, да, тебе навстречу идет... Девушка, к примеру, да, женщина. Ну, да, ну, там непонятно, они же там все целиком, да, закрыты. Ну, идет что-то, наверное. А ты в глаза ее посмотрел. Ну, даже не в глаза, даже вообще нельзя смотреть. Вообще нельзя смотреть. То есть, в целом, это как? То есть, ты сразу закрываешь глаза и падаешь об ближайший камень, споткнувшись, или как это выглядит? Интересно, а запрещена ли у них продажа наглухо затонированных черных очков? Ну, просто тогда хороший бизнес был бы. Чтобы непонятно. Ну, конечно, на кого ты смотришь. Ты понимаешь, чтобы закрыть глаза? Так, подожди, это в две стороны работает. И тогда можно спокойно доказать, что ты в этих черных очках, возможно, обсмотрел всех женщин в округе. И тогда камни ждут тебя снова. И счетчик поставить, да, на этих же очках, которые считают, сколько взглядов ты сегодня бросил, чтобы потом... Нет, мы, конечно, глумимся и смеемся, но это очень страшные вещи, которые происходят в мире, в которые не хочется верить. Вот поэтому приходится шутить, не хочется верить, что в 21 веке до сих пор такое существует. Ну, в нашем случае, мне хочется верить и в идею деревень, хотя, с другой стороны, они с ним знакомы. Ну, вот сейчас, если нам написали, то, что я писал, ученый, называется просто деревня, она уже изобретена, пусть возьмет ее модель, как она существовала лет 150 назад. Ну, да. Ну, сейчас ведь как? Эко прилепил, и сразу же как бы круто становится. А еще можно, в принципе, раздать землю каким-нибудь богатым людям, сделать новое дворянство и просто выдать им этих людей в качестве рабской силы. Они им будут говорить, сколько им нужно детей нарожать и сколько соток возделывать. Константин, наш постоянный слушатель из Нижнего Новгорода, просится старосты в этой деревне. Я боюсь, Константин, на эту позицию будет очередь и конкурс старосты в этой деревне. Чем же он там будет заниматься даже? Да, конечно же. Отсутствующих проверятий. Кто сбежал? Да, это будет, конечно, интересно. Да, вот говорят, черное зеркало, сезон в России. Ну, да, похоже на то вообще. Ну, вообще, это придумал один известный писатель, утверждает Антон. Ну, может быть, Антон, вы и правы. Ну, и под занавес, так сказать, давайте еще одна такая новость. Двадцатилетние, это вот, наверное, в повод обсудить в нашей программе 20-40, Виктором Набутовым вместе с нашей молодежью. Тут подоспело следующее исследование. Дело в том, что двадцатилетние мечтают о серьезных отношениях, а шестидесятилетние интимной связи без обязательств. И это выяснили ученые. Кстати говоря, по-моему, еще и не английские, а американские. Ну, это, по-моему, логично, потому что все мечтают о том, что им недоступно обычно. Научный сотрудник из института Кинси, социальный психолог Джастин Ле Миллер, вместе с создателями приложения для знакомств Филд, провели большое исследование, в котором проанализировали взгляды разных поколений на любовь, секс и различные фетиши. В опросе поучаствовали 3310 пользователей сервиса в возрасте от 18 до 75 лет. Большинство из них оказалось гражданами США, Великобритании, Канады и Нидерландов. Однако были респонденты из еще 67 стран. Итак, вот главным открытием этого исследования стало именно то, что наиболее привлекательным форматом отношений для зумеров оказалось моногамия. Вот так вот. Удивили, кстати, и бумеры, которые чаще давали предпочтение варианту как раз-таки друзья с привилегиями вообще, то есть от отношений, в принципе, отказываясь. А среди поколения Y и поколения X лидировала этическая немоногамия. Этическая немоногамия. Опять в порог поговорить с психологами, да, вот это вот, что это такое. Да, вот это разновидность, этическая немоногамия. Зумеры аж в два раза чаще предыдущих поколений фантазировали о моногамной любви. У 81% Z она стала главной фантазией, а почти половина из них думает об этом постоянно. А вот в мечты об открытых отношениях молодые люди погружаются реже остальных. В то же время большинство миллениалов, иксов и бумеров обожают фантазировать как раз о свободных отношениях. Исследователи, кстати, объясняют тренд правилам. Людям часто хочется того, чего у них нет. О, вот как я прям угадала. Ну, конечно. Многие зумеры еще при этом ни разу не вступали в серьезные отношения. Отсюда, как они считают, и тяга. Вот это к моногамии уже успевшие надоесть людям более старшего возраста. И согласно другому предположению ученых, возросший интерес к моногамии связан с романтизацией зумерами традиционных ролей. Молодежь очарована тем, как просто отношения строились в прошлом, безо всяких вот этих вот. Situation ship, это вот современная терминология. А что такое делюженшипов? Я могу ошибаться, я просто помню, что, по-моему, ситуэйшншип, это вот когда... Какая ситуация называется? У тебя не сложившиеся отношения, которые непонятные. То есть, когда вы, например, общаетесь, но оба или один партнер не понимает, что хочет другой, не понимает все-таки отношения, это уже или это пока еще не отношения. Легкий флеш такой. Ну да, то есть вот эта вот неопределенность, это называется ситуэйшншип. И что-то вот еще из таких шипов... А вот делюженшип. Вот я не помню, что из этого... Делюженшип. Классические ухаживания требовали либо четких намерений и больших жестов, которые ясно давали понять, на каком этапе вы находитесь с партнером. А вот в эпоху неопределенности эти ценности вновь обребли популярность, говорится в отчете ученых. Кстати, да, и мне на самом деле об этом побольше можно поговорить как-нибудь, может быть, даже с психологами, потому что я сейчас наблюдаю, что вот эта вся азиатская, например, концепция, такой вот очень классической и очень такой скромной, так скажем, любви и взаимоотношений между полами, она набирает обороты, потому что, мне кажется, мы уже устали от того, что нам разрешено все. Вот, и, возможно, зумеры именно вот так отвечают на это, потому что вот когда чересчур всего много, у тебя огромный выбор, ты просто устаешь, тебе хочется чего-то простого, понятного, такого доброго и традиционного. Ну, это действительно интересный разговор с психологом можно построить. Но на сегодня мы заканчиваем. Оставляем вас, компания Виктора Набутова, у него сегодня в гостях Дмитрий Яковенко, заместитель главного редактора Forbes. Поговорят они о рейтинге самых прибыльных, компаний и различных СПГ-проектах. В 11 часов сейчас легкой электронной музыки, за час до полудня от Дона Пабло Мьюзики из Дианца. А напоследок оставляем вас The Virgin Marys, называется. Это команда Ant Don't Man. С вами сегодня была Татьяна Козина. Андрей Узьпов. Счастливо, берегите себя. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!